Приветствую всех наших зрителей. Это шоу-ром Высшей школы журналистики и медиа-коммуникации Казанского федерального университета. Меня зовут Слават Мухаммадолин. Сегодня у нас в гостях делегация телеканала «Наука». И сегодня нас ждет лекция научного редактора телеканала Ивана Семенова. Здравствуйте. Здравствуйте. Перед тем, как начать лекцию, предлагаю посмотреть небольшой промо-ролик о телеканале «Наука». Я думаю, все с ним уже знакомы, но напомните, я думаю, никому не будет лишним. Пожалуйста. Границы Вселенной. Вечная жизнь. Скорость мысли. Невидимые миры. Абсолютный ноль. Синкротрон. Эволюция. Предел скорости. Тайны памяти. Все это не просто слова. Это наука. Телеканал «Наука». Нам есть чем вас удивить. Также сегодня в студии присутствуют продюсеры «Науки» Мария Делун и Алексей Резепкин, директор по внешним коммуникациям Юлия Верлина, генеральный директор канала «Наука» Григорий Вадимирович Ковбасек. Здравствуйте. Рады видеть вас здесь сегодня в шоуруме. Такой ажиотаж сегодня у нас в шоуруме. Несмотря на то, что уже 1 июля, казалось бы, многие ушли в отпуска или на каникулы, но тем не менее, как мы видим, интерес большой. Тема сегодняшней лекции – научные итоги второго десятилетия 21 века и вызовы третьего десятилетия, что мне особенно лично, мне интересно. Обязательно готовьте ваши вопросы, поднимайте руки, если они возникают, может быть, по ходу лекции, ну или по итогам. Также отмечаю, что на вопросы готов ответить не только лектор, но и наши сегодняшние гости. И сейчас мне остается только добавить. Обязательно делитесь ссылкой на трансляцию и передаю вам слово Иван. Спасибо. Значит, вот это я беру, да? Может, петличка? Не-не, петличка у меня есть, мне нужно, чтобы листать. Приветствую вас, дорогие друзья. Наш канал существует 11 лет, то есть как раз все второе десятилетие 21 века мы тщательнейшим образом следили за развитием науки. И сейчас я расскажу немножечко о том, чего мы наследили за это время. Критерий отбора научных знаковых новостей, он, конечно, не основан на научных принципах, потому что он не на индекс цитирования, не на каких-то таких принятых в науке способах оценки. Конечно, тут критерий достаточно произвольный, но я бы сказал, как Нобелевская премия, да? Ее как дают, что либо что-то очень полезное, либо что-то очень интересное. Вот такой же и у нас критерий отбора научных новостей у нашей научной редакции. Вначале хочется сказать несколько слов о том, как вообще меняется развитие знания. Какие сейчас новые какие-то принципы появились в 21 веке? Во-первых, сокращаются строки между открытиями и технологическими внедрениями. Мы сегодня будем говорить, например, про систему редактирования генома CRISPR-Cas9. Наверное, многие слыхали про такое, да? Нет? Не многие слыхали? Ну вот, значит, расскажем про нее немножко. Она была опробирована в экспериментальном смысле всего лишь в 2012 году. А уже во второй половине этого второго десятилетия 21 века эта система использовалась и для терапии, и для исследовательских целей уже в широком смысле. Такого раньше не было, чтобы так быстро от экспериментальных, каких-то научных достижений переходили к их внедрению какому-то промышленному. Тем временем сфера непознанного расширяется, потому что сфера знания расширяется, да? И все более узкими становятся направления каких-то конкретных исследований и каких-то конкретных научных направлений. И тем труднее становится нам, профанам, понять, о чем говорят ученые. Потому что передовая наука, она отодвинулась так далеко вперед, что это уже не то, что мы слышали в школе, и даже не то, чему нас учили. Ну, по крайней мере, нас, вот, уже людей, так сказать, немолодых, учили в университетах, потому что это все очень сильно ушло вперед. И это некоторый вызов популяризаторам, вот нам в том числе, что нам нужно как-то учиться это понимать, чем занимается передовая наука, и пытаться это объяснять людям. Дисциплины новые возникают вот в буквально такая, как признанная дисциплина, только в 21 веке возникла биоинформатика, да? Когда стали массово секвенировать генетические последовательности ДНК и РНК, вот, возникла такая наука. И, что любопытно, не всегда мы понимаем, что произошло что-то знаковое. То есть, происходит какая-то, возникает какая-то научная новость, ну, вот, кажется, ну, просто новость. А потом оказывается, что она просто меняет наше представление о мире. Ну, это, опять же, тот же самый метод Крис-Паркас, к примеру, про который мы еще поговорим с вами. Хорошо. Вот, значит, что мы отнаблюдали любопытного? Этого очень много, потому что там очень много было любопытного по космосу и астрофизике. Восемь лет проработал на большой орбите, примерно равной по диаметру орбите Луны, российский аппарат Радиоастрон, с помощью которого исследовали, прежде всего, самые далекие и яркие объекты Вселенной, это Квазары и Блазары. Радиоастрон замечательный тем, что это телескоп, работающий по принципу интерферометра, непонятно, наверное, да? Ну, понятно, кому-то понятно. Вот. Он собирал данные на огромной орбите, больше 300 тысяч километров. И за счет работы в режиме интерферометра с земными телескопами у него было угловое разрешение, которое, ну, вот я искал какую-то метафору, чтобы стало ясно какое-нибудь угловое разрешение. Вот если мы бросим 10-рублевую монету на Луне, то он бы вполне с Земли ее рассмотрел своим угловым разрешением. То есть вот такой вот очень знаковый был проект. И работал, кстати, в два раза дольше, чем от него ожидали. Вот. Очень много было по исследованию Марса. И сейчас продолжается у нас марсианская такая гонка, да? В втором десятилетии. Ну, началось еще замечательные совершенно посадки марсохода Курьесити в 2012 году, вот, который обнаружил, среди прочего, органические соединения на Марсе возрастом более трех миллиардов лет. И вот сейчас, в прошлом году, были обнаружены богатые залежи водяного льда под поверхностью, под пыльной и осадочной поверхностью Марса. В общем, мы все ближе и ближе приближаемся к какой-то, ну, наверное, знаковой экспедиции на Марс. Не знаю, будет ли она пилотируемой, или будет она просто очень хорошо оборудована, потому что всем очень интересно, была там все-таки жизнь на Марсе или нет. Органические соединения обнаружил вот марсоход Курьесити первый в 2012 году. Вот. Восмический зонд Розетта осуществил в 2014 году первую посадку на комету. Комета, так называемая, Чуримова-Герасименко. Замечательно здесь то, что эта Розетта летала 12 лет, собирала данные о Солнечной системе. И то, что удалось сесть на такой, ну, нестабильный объект и со сложным импульсом движения, как комета, это впервые, и это действительно замечательное достижение. Вот. Исследование Сатурна, космический зонд Кассини. Кассини долго летал, он 20 лет летал вокруг Сатурна, собирал данные о Сатурне и о его спутниках. И замечательно, тоже знаковое такое было сделано с его помощью открытие, что возникло новое потенциальное место, где можно поискать в Солнечной системе жизнь. Но это не Сатурн, а это, догадываетесь, наверное, кто-то, да? Это спутники Сатурна. Спутники Сатурна. Кассини обнаружил на Энцеладе, на одном из крупных спутников Сатурна, океаны воды под водяным льдом. Вот. На другом спутнике Сатурна он нашел метановые реки и озера, и окатанную углеводородную гальку. Этот спутник называется Титан. В результате, когда аппарат нужно было как-то уже утилизировать, когда он закончил свою работу, сначала думали его кинуть на один из спутников Сатурна, а потом подумали, а вдруг там действительно что-то такое, связанное с возможностью существования жизни, и мы ей навредим тем, что бросим на спутник этот аппарат Кассини. В результате его бросили в Сатурн, потому что в Сатурне жизни, понятно, что быть не может, это газовый гигант, у него поверхности нет, и в Сатурн безопасно бросить было аппарат, вот поэтому его бросили в Сатурн, и наметили программу дополнительного исследования дальнейшего его спутника в Сатурна. Вот. Вольдзер-1 в 2013 году покинул пределы Солнечной системы, стал самым дальним аппаратом, который в истории человечества вообще говоря летает. Совершенно знаковое событие. В 2016 году международные обсерватории Лайга в Америке и Вирго в Италии обнаружили гравитационные сигналы от слияния двух черных дыр, и таким образом мы получили новый источник получения информации о мире. Смотрите, мы в основном информацию о Вселенной получаем в каком диапазоне? Ну, в электромагнитном, так или иначе. То есть это либо радиоволны, либо видимый свет, либо какие-то более высокочастотные гаммы, там рентген или гамма-частицы. Есть очень маленький узенький канальчик получения знания о Вселенной. Это исследование космических лучей, ну, в которых в основном прилетают всякие там протоны, альфа-частицы и электроны. Есть совсем узенький канальчик исследования. Это нейтринная информация, которую мы получаем исследуя, нейтрины, которые приходят к нам из мирового пространства. И вот появился еще один замечательный способ узнавать о том, что происходит во Вселенной. Мы, человечество, научилось ловить гравитационные волны, и таким образом открыта новая совершенно дисциплина, гравитационная астрономия. После этого, 16-го года, несколько раз еще гравитационные телескопы, обсерватории фиксировали различные энергичные гравитационные события во Вселенной. Например, слияние черной дыры и нейтронной звезды, что удалось зафиксировать также и в электромагнитном диапазоне. Короче говоря, вот у нас появился новый способ разговаривать с миром окружающим. Ну, оно немножко такое популистское событие, но, тем не менее, впервые в 17-м году пролетел через Солнечную систему тело галактического происхождения. Это астероид, который назвали Ому-Амо. По его импульсу и траектории было понятно, что он не имеет к Солнечной системе никакого отношения, а его странная сигарообразная форма вызвала огромное количество разнообразных спекуляций, а не является ли это кораблем какой-то сильно развитой цивилизации, который просто просвистел на огромной скорости через нашу Солнечную систему. Вот, сейчас он уже вышел с другой стороны за Солнечную систему, этот Ому-Амо. Но, если серьезно, то было бы очень любопытно, после того, как открыли Ому-Амо, еще несколько было событий, что обнаруживали тела, которые прилетали явно совершенно не происхождение в Солнечной системе, было бы очень любопытно как-то добраться до одного из этих галактических астероидов, чтобы посмотреть, с чего же они на самом деле сделаны. Ну, не говоря о корабле пришельцев. Вот, замечательный результат 19-го года, когда вот эта мутненькая фотография, но это не совсем фотография, это изображение, полученное из компиляции большого количества работающих радиотелескопов, которые исследовали черную дыру, находящуюся в центре галактики М87, 55 миллионов световых лет до нее. Вот, но это действительно реальное научное изображение горизонта событий черной дыры. Черные дыры считались до вот трех лет назад, и во всех это учебниках, даже университетских писалось, и в популярной литературе, их продолжали называть гипотетическими объектами, ну, потому что не было напрямую зафиксировано что-то, что свидетельствует об их прямом существовании. Ну вот, это мутноватое изображение стало рубежным, веховым таким в конце прошлого десятилетия, потому что теперь мы уже говорим о черных дырах, как о подтвержденных объектах, существующих во Вселенной. Вот, в 19-м году полетел замечательнейший телескоп, российско-германский спектр рентген-гамма, и к этому моменту он уже составил две карты Вселенной в рентгене. А в рентгене нам это очень интересно. Почему? Потому что мы же в рентгене с Земли не наблюдаем, телескопы, находящиеся на нашей планете, они рентгеновское излучение не получают, или почти не получают, потому что нас от жесткого излучения оберегает матушка Земля своим и магнитным полем, и атмосферой. А вот в рентгене впервые мы получили изображение Вселенной. Вот. Полетел первый, опять же, в 20-м году частный космический корабль с космонавтами на борту. Это Falcon 9. отвез астронавтов НАСА на Международную космическую станцию. Сильно продвинулось изучение Луны. В частности, впервые за 44 года был доставлен на Землю лунный грунт с помощью китайского возвращаемого зонда Чанье. Так лунный грунт привозили только лишь американские астронавты, которые высаживались на Луну, когда это было там больше 40 лет назад, а теперь свежий лунный грунт появился у нас в распоряжении. Вот. Телескоп Кеплер 9,5 лет летал в пространстве. Он открыл более 3000 экзопланет. Смотрите, как интересно. 20 лет назад, в конце 20 века экзопланеты были гипотетическими объектами. Ну, то есть, мы предполагали, что, конечно, Солнце не одиноко во Вселенной обладает планетной системой. Но никаких научных данных не было о том, что где, какие экзопланеты, как они устроены, насколько часто встречаются. Значит, вот в десятые годы было открыто 400 экзопланет, а Кеплер к концу 20-х годов более 3000 экзопланет обнаружил. И многие из них в так называемой, ну, как это условно говорят, астрономы, зоне обитания. Ну, то есть, по температуре, освещенности, гравитации там относительно своих светил, то есть, потенциально, в потенциальной зоне обитаемости эти экзопланеты. Так, теперь мы добрались до физики. В 2011 году на вот эксперименте в ЦЕРНе, который называется антипротонный замедлитель, это очень забавно, да, там есть большой азронный коллайдер, он является чем? Протонным ускорителем. А есть еще в ЦЕРНе другой немножко прибор, который называется антипротонный замедлитель. Так вот, было получено и удержано в каком-то большом промежутке времени достаточно большое количество антивещества, антиводород. Берется антипротон, на него насаживается позитрон, получается атом антиводорода. И потом эти атомы, вот за то время, что их удалось удержать, они даже смогли соединиться в молекулы антиводорода. Ну, потом они, конечно, анигилируют, потому что их долго удерживать все-таки трудно в нашем мире. Ну, нужен очень чистый вакуум и очень сложная система магнитных ловушек для удержания. Но, тем не менее, вот мы научились, человечество научилось получать такую фантастическую вещь, как антивещество. Ну, абсолютно, конечно, знаковым стало подтверждение подтверждения существования бозона Хиггса в 12-м году. Удивительно, что предсказания, сделанные учеными, ну, в частности, Питером Хиггсом, больше 40 лет назад, сделаны совершенно на кончике пера, про которые никто даже не мог вообразить в 20-м веке, что появится экспериментальная возможность проверить существование этого поля Хиггса и кванта этого поля бозона Хиггса, единственного скалярного бозона из нам известных. И вот это там прошло 12 лет третьего тысячелетия, и вот, пожалуйста, значит, мы полностью имеем подтвержденную дополненную стандартную модель элементарных частиц. Таким образом, ее все предсказания закрыты, и теперь нужно уже искать новую физику за ее пределами, но что-то новая физика пока сильно прячется от нас. Вот, значит, в 15-м году было окончательно экспериментально доказано и подтверждено существование такого явления, как квантовая запутанность. Квантовая запутанность это возможность двух частиц чувствовать состояние друг друга, если они родились в одном и том же процессе, на любом расстоянии. если я в каком-то процессе, ну, например, аннигиляции электрона с позитроном, получаю два фотона, и они у меня разлетаются на миллиард световых лет. А потом я измеряю поляризацию одного из этих фотонов, ну, и получается, что оно у меня вверх. понятно, что по закону сохранения момента импульса, для того, чтобы общее было значение нулевое, у того фотона, который улетел на миллиард световых лет, поляризация должна быть вниз. И это подтвержденные экспериментально факты, что вот эта нелокальность квантовой физики, она реально существует. К сожалению, таким образом нельзя передавать информацию, но таким образом можно информацию шифровать. И очень за второе десятилетие 21 века продвинулось квантовое шифрование, созданы были, ну, это мы чуть позже будем говорить, созданы были целые линии квантовой связи. Квантовая связь это принципиально не перехватываемая штука, потому что по есть такой физике закон о запрете клонирования, то есть одну и ту же частицу нельзя создать дважды. Если ты получаешь разрушать волновую функцию одной частицы, то ты потом с такой волновой функцией частицу создать не можешь. Это доказано теоретически, это тут даже нет никаких сомнений. Поэтому перехват одного кванта в процессе квантовой связи он приводит к тому, что злоумышленник, которого перехватил, он не может его отправить дальше получателю, потому что он его уже разрушил. Вот на этой хрупкости квантовых состояний запутанных частиц базируется идея квантового шифрования информации. Вот. Значит, чем нас химики порадовали в десятые годы? 118 элемент назван в честь нашего с вами соотечественника Юрия Циолоковича Аганесяна. Элемент этот был получен и исследован в Дубне на так называемой фабрике ядерной фабрике, как ее сам называют Аганесян, или фабрике элементов, никак не дадут Юрию Циолоковичу Нобелевскую премию, потому что у нас всего лишь два ученых в истории науки, в честь которых при жизни был назван элемент. Одному дали Нобелевскую премию давно уже, а Юрию Циолоковичу что-то никак не дадут. Это мы выражаем недовольство этим. Вот. Замечательный новый прибор был запущен в 17-м году, российско-германский, ну и с участием других стран, но в основном с участием России и Германии. Около Гамбурга это исследовательский лазер на свободных электронах XFL. Он дает такое замечательное там излучение, там электроны они там в поле андулируют, вот так прыгают, и при этом они излучают очень высокочастотное лазерное излучение. С помощью этого излучения можно не просто рассмотреть, как устроены какие-то мельчайшие частицы вещества, а можно это увидеть в динамике, то есть можно посмотреть, как идет, сделать кино о том, как идет химическая реакция, например, как вот в реальном времени происходит соединение, например, электронных облаков двух разных атомов при создании молекулы. Вот такие возможности дает этот лазер. В 12-м году совершенно знаковое событие, это уже упоминавшееся мной сегодня была создана система редактирования генома CRISPR-Cas9, это такая удивительная штука, есть аппарат, с помощью которого бактерии защищаются от вирусов. Бактерия, когда встречает какой-то вирус, который ей удалось победить внутри себя, во-первых разрезает специальными молекулярными ножницами гены этого вируса, ну то есть его генетическую цепочку, ну как правило это РНК, ну лип-ДНК, а во-вторых она берет кусочки образцов, образцы генома этого вируса и встраивает в свою ДНК, она такую библиотеку может копить и причем передавать по наследству после этого тем бактериям, которые от нее родятся, в общем это такой сложный молекулярный соединение ножниц с таким молекулярным тоже клеем, который позволяет очень точно и целенаправленно редактировать генетику, и вот всего лишь в 12-м году это была система создана, и вот чуть-чуть позже мы с вами услышим сколько уже всего на этой системе было наделано, вот, появился в 12-м году опять же первый ребенок двух матерей, вы знаете наверное что есть такие органеллы у нас в клетках у которых есть своя маленькая генетика они называются митохондрии есть биологи вот вы знаете что такое митохондрии вот у митохондрии есть своя маленькая ДНК считается что в глубокой древности митохондрии были отдельными какими-то существами и потом какая-то древняя архея поработила какую-то древнюю бактерию и заставила на себя работать вырабатывая энергию для клетки и с тех пор у нас у всех это у прокуриотов а мы с вами эокуриоты у нас есть ядерные и мембранные системы в клетках а с тех пор значит у всех у нас есть энергетическая станция клетки ну их много в каждой нашей клетке митохондрии у которых своя генетика и есть генетические заболевания митохондриальные редкие такие которые можно предсказать если обследовать родителей если у одного из родителей есть какие-то такого рода какие-то симптомы то можно предположить что ребенок появится с больной митохондриальной системой и вот в 12-м году был впервые сделан такой удивительный успешный эксперимент что основная генетика у ребенка от его мамы и папы имеется ввиду его хромосомы то что хранит его личную генетическую информацию а митохондрии из-за благотворенной яйцеплетки были изъяты и были подсажены больные митохондрии или были подсажены митохондрии здоровой женщины таким образом предотвращено то что ребенок мог родиться с митохондриальным заболеванием и ну и вот так это назвали так сказать довольно хлестко для прессы ребенок двух матерей вот в четырнадцатом году стал окончательно палеонтологом и историком биологии понятно что птицы это не просто потомки динозавров а это те самые динозавры и есть это такая часть немножко отдалившийся такой бранч теплокровных летающих пернатых динозавров но птицы в общем сейчас считаются действительно частью мира динозавров вот в пятнадцатом году замечательнейшее было открытие сделано на дне Атлантического океана на глубине более двух тысяч метров рядом с черным курильщиком знаете что это такое это извергается со дна горячий газ и ну какие-то минералы тоже извергаются возникают такие структуры осадочные и очень с большой температурой идет этот газ со дна там более двухсот градусов вода там не кипит потому что давление очень большое на этой глубине а вообще температура воды вокруг около двухсот градусов так вот были обнаружены такие микроорганизмы которые относятся к царству архей биологи наверное знают кто такие археи да вот которые назвали локи археи потому что их нашли рядом с черным курильщиком который называется замок локи так вот по всем исследованиям которые были потом сделаны над этими археями стало понятно что видимо это локи археи является прямым предком всех эукариотов то есть всех и нас с вами и деревьев и травок и даже инфузории то есть все у кого есть клеточное ядро все видимо являются потомками вот этой одной маленькой штуковины которую нашли на дне Атлантического океана это очень любопытный результат он продолжает уточняться но пока никаких опровержений никто не предложил по этому поводу замечательнейший результат мозговой имплант впервые позволил парализованному человеку пользоваться рукой то есть у него паралич через спинной мозг не работает то есть он не способен по нормальному рефлекторной дуге не способен шевелить рукой а ему вмонтировали мозговой имплант который ловит импульсы непосредственно от головного мозга и по проводам эти импульсы передаются к вот этой парализованной руке и эта парализованная рука смогла работать он смог ею шевелить и даже через какое-то время научился что-то брать немножко вот ученый китайский Хэдзянькуй из Шэньчжэня очень неоднозначный провел эксперимент используя все тот же уже неоднократно упоминавшийся механизм CRISPR-Cas9 он взял два эмбриональных зародыша двух девочек и провел такую операцию с помощью CRISPR-Cas9 которая по его утверждению должна была обеспечить существование иммунитета к ВИЧ вот это вызвало гигантский скандал и в научном мире и с точки зрения этики в регуляторных всяких органах девочки родились одна из них оказалась мозаичной то есть эксперимент не удался и таким образом она является как в биологии это называется химера когда у разных клеток разная генетика в организме ну так у нас у всех клеток одинаковая генетика ну мы на том стоим потому что мы из одной клетки получились а вот организм химеры это когда по каким-то причинам получается что разная генетика в разных клетках в этом нет ничего полезного и неизвестно какие это может в дальнейшем вызвать отклонение заболевания вот в результате мировое научное сообщество вновь подтвердило свою приверженность принципу несовершения прямых манипуляций генетических с хромосомами человека пока то есть это тот вызов на который нужно как-то отвечать потому что конечно скоро очень появится потребность это делать и мастерство наше возрастает и исследуются новые орфанные заболевания генетические и видимо через какое-то время нам придется все-таки разрешить прямые манипуляции с человеческим геномом но пока мировое сообщество научное выразило приверженность принципу вот этого невмешательства вот замечательный эксперимент закончился в 18-м году стало понятно кто же преимущественно населяет планету земля и планет земля преимущественно населяют прокариотические организмы то есть те самые бактерии археи потому что выяснилось что под одном океанов в горах на огромнейших глубинах в жерлах вулканов живут доядерные микробы микробы и их биомасса как этот эксперимент смог посчитать она превышает биомассу всех нас многоклеточных организмов земли то есть земля преимущественно населена микробами бактериями и археями а мы так немножко сбоку с вами и оценили их численность этих микробов это порядок 10 в 26 степени ну вот понимаете да там вот бывает у нас вот там сколько-то миллиардов то есть это девятая степень а этих друзей в 26 степень ну представляете да сколько порядков вот теперь да значит был открыт в 18-м году механизм подавления экспрессии генов то что очень хотели в терапевтических целях создать а вот это как раз тот способ лечить генетические болезни которые не требуют вмешательства в ДНК вот ДНК у нас у нас на ДНК как многие наверное слышали кодируется РНК и потом уже РНК участвует в синтезе белка на господи на этих самых на рибосомах на рибосомах вот и вот можно то что называется перенять гонца и суму его пустую сунуть грамоту другую когда больной ген производит свою болезненную РНК нашли способ перехватывать ее по пути к лебосомам и заменять здоровый РНК то есть таким образом в саму генетику в хромосомы мы не вмешиваемся там у нее что-то болит у этой хромосомы но мы боимся попортить человека чтобы вмешиваться в его основной генетический фонд в хромосомы да в ДНК мы по дороге перехватываем больную РНК подгоняем то здоровое РНК и о чудо у нас идет синтез здорового белка при том что ген кодирующий этот белок в ДНК он больной это вот замечательный тоже метод такой терапии появился в конце прошлого десятилетия у нас с вами компьютерные информационные технологии последняя игра самая сложная как считается из настольных игр пала перед компьютерным электронным искусственным интеллектом это игра ГО игра ГО отличается от шахмат шашек и всяких других игр тем что в ней количество вариантов на поле оценивается как 10 в 192 степени но это количество элементарно чтит во вселенной в бесконечное количество раз меньше чем количество вариантов в игре ГО поэтому она всегда считалась игрой абсолютно интуитивной никакой перебор там невозможен и бессмысленный потому что он будет занимать бесконечное время но тем не менее вот программа Альфа ГО которая построена по принципу нейросети долго-долго играла со всякими умельцами потом играла сама с собой а потом взяла и победила вот этого чемпиона ну там нет понятия чемпиона мира но можно считать его чемпионом мира вот этого корейца Лисидоля со счетом 4-1 и теперь у нас не осталось каких-то важных игр в которые мы еще можем соревноваться с нашими электронными друзьями вот замечательный спутник запустил и китайцы в семнадцатом году это касается все той же самой квантовой запутанности что с помощью этого спутника квантово запутанные частицы можно передавать на большие расстояния то есть осуществлять квантовую связь между сильно разнесенными объектами между которыми могут быть тысячи километров и с точки зрения защиты информации это крайне важно и с точки зрения самого эксперимента что мы умудряемся человечеству учиться постепенно сохранять все больше и больше сохранять когерентность одной квантовой частицы а когда мы научимся в полной мере сохранить когерентность одной квантовой частицы мы сразу получим рывок квантовых компьютеров а как только мы получим рывок квантовых компьютеров то мир изменится до неузнаваемости потому что будут разрушены все существующие системы защиты информации, традиционные, которые построены, как правило, на несимметричных функциях, ну, как, например, умножение и факторизация, все это перестанет иметь всякий смысл, потому что квантовый компьютер все это взломает моментально. Но зато квантовая система шифрования и связи, она может защититься даже от того, что взламывает квантовый компьютер, потому что она принципиально не взламываемая, как мы с вами уже говорили. Вот такая вот интересная гонка идет, гонка между квантовым компьютером и квантовым шифрованием. Что касается квантовых компьютеров, то в 17-м году был создан российскими и американскими учеными в Гарварде 51-кубитный квантовый компьютер. Правда, его когерентность не позволяет длительные вычисления на нем производить, но все-таки он работал у них, значит, одним из создателей его был создаватель российского квантового центра, профессор Михаил Лукин, и это такое было знаковое достижение. Вот, Google со своей стороны представил семейство двухкубитный процессор, IBM показала интегрированную систему квантовых вычислений, которая достигла то, что называется квантового превосходства. То есть она за 200 секунд выполнила задачу поиска минимального значения сложной функции за 200 секунд. А самые быстрые суперкомпьютеры, которые у нас есть сейчас в распоряжении, они бы решали эту задачу десятки тысяч лет. То есть вот постепенно... Нет еще пока знакового события, к сожалению, в развитии квантовых вычислений и квантовых компьютеров. Но вот, как я разговаривал с коллегами в российском квантовом центре, он говорит, ну понимаешь, что такое квантовый компьютер сейчас? Ну вот представь, что мы развиваем воздухоплавание, и у нас имеется на данный момент шар Монгольфье. Он уже летает, но все еще пока никому не нужен. Ну потому что никто никуда не летал далеко на шаре Монгольфье, он был как бы некоторым таким этапом, шагом. Потом воздухоплавание пошло развиваться как-то по-другому. И сейчас мы летаем на самолетах и на чем угодно летаем. Он говорит, вот квантовый компьютер сейчас это такой шар Монгольфье, который мы делать уже научились, но все еще он никому не нужен. В этом десятилетии, это мой такой прогноз, мы получим, вот в наступившем десятилетии, мы получим все-таки какое-то знаковое событие по развитию квантовых вычислений, и я думаю, что действующий квантовый компьютер мы к концу этого десятилетия получим с вами. На аукционной кредите в 2018 году была за 432 тысячи долларов продана картина, написанная искусственным интеллектом. Это рубежные события, потому что совершенно умозрительные вещи получились совершенно реальные художественные, о художественных достоинствах вы можете судить сами, но совершенно реальные художественные произведения, которые даже приобрело некоторый спрос. То есть искусственный интеллект, он теснит нас и в области творчества также. И важнейшее достижение конца 2020 года корпорации DeepMind сообщило о создании системы альфа-фолд, которая с большой точностью предсказывает структуру сложных белковых молекул. Опять же, биологи, наверное, знают, что третичную свертку белка мы не знаем, как воспроизвести. Мы можем, зная генетику этого белка, мы можем цепочную структуру, естественно, воспроизвести, ну, одномерную, да, там, ну, там, у нас кодируются там наши 20 аминокислот, мы их как-то на ниточку нанизываем, но потом происходит вторичная свертка, а потом третичная, он превращается в такой клубочек этот белок, да, ну, вот как он живет, он же не живет в виде цепочки аминокислот, он вот так свернут пространственно. И его пространственная структура крайне важна для выполнения его функций, потому что он именно с помощью этой пространственной структуры выполняет свои функции в живом организме. Мы не знали, как это моделировать, эту пространственную свертку. А вот теперь появилась программа, которая может с большой точностью предсказывать, как будут свертываться белки. Вот, ну, немножко так быстренько по технологиям пробежимся, потому что это немножко не наука, но тоже определенные рубежные достижения. Первый серийный беспилотники сделала Тесла в 15-м году. Вот, значит, первое приземление ступени ракеты-носителя, то есть многократное использование кораблями компании SpaceX, многократное использование одних и тех же носителей. Вот, замечательное достижение 2018 года. Палата меры весов навсегда в Париже навсегда утратила свою актуальность, потому что переопределили эталон килограмма. Эталон килограмма переопределили с использованием мировых констант, в частности, такой константы, который по современным представлениям одинаково в любой точке Вселенной и даже в любом мире, может быть, который может существовать помимо нашей Вселенной. Это постоянная планка. Килограмм переопределили с помощью постоянной планки. Вот, то есть мы теперь не должны ездить в Париж и сравнивать килограмм с некоторым эталоном. У нас есть определенная формула, с помощью которой мы можем узнать, чему же равен в точности килограмм. Знаете, наверное, в связи с этими всеми определениями эталонов, такой студенческий анекдот, что профессор спрашивает, что такое одна лошадиная сила. А студент отвечает, это сила, которую развивает лошадь ростом 1 метр и весом в 1 килограмм. А профессор говорит, а где же ты видел такую лошадь? Он говорит, а ее нельзя увидеть, она хранится в Париже, в Палате Мира Весов. Ну вот теперь Палата Мира Весов сохранила лишь музейное значение для дальнейшего человечества. Значит, науки о всякой древней жизни. В 17-м году в Марокко обнаружили останки гомо-сапиенс, которым более 300 тысяч лет, что немножко отодвигает наше представление о том, как развивалось человечество. Раньше считалось, но сейчас считается, что человечество возникло на среднем юге Африки, гомо-сапиенс возник, и он потом постепенно, постепенно мигрировал, потом он дошел до Средиземного моря, потом он дошел до Ближнего Востока и так постепенно по всему земному шару распространился. А теперь стало понятно, что человеческие очаги существования гомо-сапиенс были по всей Африке, в том числе в Марокко, а совершенно не обязательно в Южной Африке. И это новый такой вызов перед антропологами, потому что мы немножко должны скорректировать свои представления о том, как развивалось древнее человечество. Интересное в 1918 году было достижение в Кении относится к Среднему каменному веку. Выяснилось, что уже в Среднем каменном веке жители Восточной Африки обрадали рядом продвинутых поведенческих признаков, характеризующих людей современного типа. Например, они транспортировали ценные материалы на большие расстояния и изготавливали краски. То есть совсем еще такие, ну можно сказать, полулюди, нет, ну хотя они уже, конечно, сапиенсы, они имели гораздо больше навыков и скиллов, как мы сейчас говорим, чем мы себе это раньше представляли. Вот. В 2012 году новый вид человека был секвенирован. У нас на Алтае в Денисовской пещере была найдена частичка кости. И секвенирование показало, что это новый неизвестный вид гома. Его назвали Денисовским человеком. И гены этого Денисовского человека, как это ни поразительно, сильно распространены у жителей Восточной Океании. Хотя нашли его в пещере на Алтае. Замечательно, и с помощью искусственного интеллекта и всякого аэросканирования были найдены новые, сейчас, извините, новые изображения на плато Наска в Южном Перу. Это геоглифы. Это изображения огромной длины, это сотни метров. Как они делались и зачем, никому не понятно. Потому что мы их можем разглядеть, только взлетев на вертолете или на коптере. А люди, которые их там 2000 лет назад делали, они ни на чем взлететь не могли, но при этом они для чего-то и достаточно сложного рисунка делали эти геоглифы. Существует огромная конспирология по поводу этих геоглифов, что это там, опять же, там пришельцы, что у человечества были какие-то там технологии летания там 2500 лет назад. Но в действительности, как говорят антропологи, с которыми мы обсуждали тоже на нашем канале «Наука» эту проблему, это такие молитвенные коридоры, по которым осуществлялось что-то вроде наших современных крестных ходов. Потому что у них есть на каких-то знаковых точках этих геоглифов есть остановки, и там есть следы, что либо жертвоприношение совершалось, либо какая-то священная трапеза происходила. В общем, они обходили изображение своего бога по кругу, эти аборигены пустыни Наска, и осуществляли некоторое священное действие. А такими большими эти изображения богов были потому, что боги наверху живут, и им не видно будет, если будет маленькое изображение. Но это опять же, как мне объясняли наши антропологи в Москве, которые занимаются этой проблемой, геоглифы в пустыне Наска. Углазы и вызовы, с которыми мы с вами столкнулись в втором десятилетии. Ну, страшная авария атомная на японской атомной станции Фукусима. Закрытие атомной энергетики многими странами, например, Германия полностью свернула после фукусимской аварии свою атомную программу, и теперь не очень понятно энергетическая, так сказать, стратегическая линия энергетическая, какая будет у нас, не очень ясно у человечества в ближайшие десятилетия, когда ископаемое топливо все более и более истощается, атомную энергетику многие сочли слишком опасной, чем мы будем греться и освещаться не очень ясно через 20 лет. Челябинский метеорит прилетел у нас в 2013 году, и его даже нам тут водили на экскурсию по вашему университету, тут даже его исследования происходили, каких частичек этого Челябинского метеорита. К сожалению, ускорение глобального потепления, то есть оно не просто происходит, а происходит ускоренно. Количество углекислого газа 450 миллионных долей, 415 миллионных долей в воздухе, такое было лишь нескольких миллионов лет назад при совершенно других климатических условиях на Земле. Процесс этот видимо с положительной обратной связью и неостановим. И вот это, конечно, совершенно непонятно, что делать с глобальным потеплением, потому что, не знаю, люди моего возраста наверное, может доживут на той Земле, на которой мы привыкли, а вот кто помоложе, уже может столкнуться с какими-то вещами совершенно неожиданными, например, с тем, что исчезнет припаянный лед Арктики летом полностью, начнет вымирание арктических видов животных, там под угрозой белые медведи, многие другие животные, и это не самое страшное, потому что самое страшное это то, что будет происходить с сельским хозяйством и вообще с любым хозяйством на Земле в ходе этого глобального потепления, в общем, надо что-то делать, дорогие товарищи, с этим, что непонятно. Много есть всяких предложений и планов, ну, например, там, распылять в верхних слоях атмосферы, ну, не в верхних слоях атмосферы, а в тропосфере соединения серы, которые будут частично отражать солнечные лучи, но все это пока, конечно, гипотетические такие предложения, но что-то делать необходимо. Вот, в 20-м году впервые за всю историю наблюдений Восточно-Сибирское море осталось без ледового покрова до конца октября. То есть, море, которое вообще, по идее, должно открываться от льда всего лишь там на пару-тройку месяцев в году, оно стояло безо льда до конца октября. Это ужасный экологический показатель. Вот. Стало видно в 20-м году и в 21-м насколько неустойчиво наше цивилизационное взаимодействие людей с людьми. Прокатилась волна, эпидемическая волна практически, да, нападения на вышки связи 5G, которые обвиняли в чем угодно, в зомбировании человека, в распространении рака, в то, что из-за них произошел этот самый коронавирус. Вот. И это прокатилось по цивилизованным странам, по Великобритании. В частности, там был целый такой вандальный волна такая шла в Великобритании. И тут оказались слабы все. Оказались слабы ученые, оказались слабы мы-популяризаторы, оказались слабы государственные какие-то органы и лидеры общественного мнения, потому что это безумие. Чем больше против него высказываются аргументов, тем больше люди предполагали, что их обманывают и продолжали жить эти вышки 5G. Это такой тоже вызов общественному сознанию, скажем так. Вот. Чего мы ждем от этого десятилетия, в которое мы с вами вступили? Ну, ждем мы, конечно, новых поляризации гравитационных волн, которые ошибочно объявили обнаруженный в 2014 году на Южном полюсе на телескопе BICEP-2, но если мы найдем эту реликтовую поляризацию гравитационных волн, то долго рассказывать, поэтому я не буду рассказывать цепочку поэтапно, станет доказанной теория, космологическая теория инфляционного происхождения Вселенной. То есть, сейчас у нас принята теория горячей Вселенной, но что вот большой взрыв состоял в том, что начало вдруг взрывное расширение горячее, с огромной температурой, и так возник наш мир. А инфляционная теория, она гласит, что первоначальное расширение было холодным и квантовым, и его скорость превышала, во много раз превышала скорость света, это в расширении. Вот если мы обнаружим определенные моды поляризации гравитационных волн, тогда это будет доказано, и это будет очень интересно. Не очень понятно, правда, наверное. Вот. Электронные компьютеры в этом десятилетии достигнут своего абсолютного предела. размер транзистора на микросхеме 5 нанометров меньше делать бессмысленно и опасно, потому что там начинают проявляться всякие квантовые флуктуации, и электронный компьютер подходит своему пределу в этом десятилетии, и мы ждем поэтому какого-то другого компьютера, либо оптического компьютера, который тоже продолжает разрабатывать, либо квантового компьютера. Вот. Значит, смотрите, какая интересная штука с этими квантовыми вещами, что произойдет квантовая революция, но прежде всего с точки зрения этого квантового процесса, так красиво выглядит, один из тех, которые были созданы, что если не компьютеры как таковые, то есть целые вычислительные устройства, то квантовые приставки к электронным компьютерам для выполнения определенных задач. например, для решения любых задач, которые делаются быстрым перебором вариантов, потому что квантовый компьютер способен делать мгновенно. В кубиты загоняются параметры тех вариантов, которые мы хотим найти, потом одним импульсом эти кубиты прошиваются, потом снимают информацию, и сразу ответ найден. Там ничего перебирать не надо. Там сама квантовая природа этого кубита единица хранения информации и единица процессора в квантовом компьютере такова, что за один проход можно получить правильный ответ. Видимо, к концу этого десятилетия у нас появится что-то работающее, действующее уже на квантовом уровне, и, конечно же, будет развиваться квантовая связь. Уже у нас в России несколько линий квантовой связи, в Китае 2000 километров линия квантовой связи между Пекином и Шанхаем, и, конечно, все это в этом десятилетии будет развиваться. Ждем открытий от марсохода Персеверанс, который был совсем недавно запущен. Опять же, ждем новых сведений о воде на Марсе и о признаках микробной жизни. В наблюдательной астрономии готовятся запуски новых космических обсерваторий, в частности, у нас сейчас в Подмосковье, в Пучино достраивается замечательный такой российский аппарат Мелиметрон. Многие выражали большой скепсис по поводу перспектив, но вроде бы его достраивают. Это то, что будет исследовать Вселенную в миллиметровых волнах. Он будет летать на расстоянии полтора миллиона километров от Земли в так называемой точке Лагранжа Л2. Вот тут будет земля, а вот тут он будет крутиться. и он будет делать, как вот сейчас спектр РГ делает в рентгене карту Вселенной, вот он будет делать карту Вселенной в миллиметровых волнах, а такой карты Вселенной у нас пока нету тоже. Вот, значит, про реликтовое излучение мы сказали, да, ну и вот будут продолжать развиваться безусловно, и уже сейчас это используется очень сильно, и уже будут какие-то серийные какие-то уже будут введены технологии редактированных геномов с помощью вот этого замечательного метода CRISPR-Cas9 и мы уже и сейчас это видим, а к концу этого десятилетия этого совершенно будет совершенно совершенно будет много. Вот, ваш университет очень много занимается, что меня жутко порадовало, когда нас водили по нему с экскурсией и рассказывали исследованием микробиоты, человека и секвенирует эту микробиоту, получая так называемый микробиом человека и готовится к эксперименту по трансплантации микробиоты. Все это очень перспективные вещи, потому что внезапно там за последние 20 лет выяснилось, что мы-то это не совсем мы, потому что в нас больше, чем наших клеток. Это клеток микробиоты, которые прежде всего живут у нас в кишечнике и на коже. И эта микробиота может делать с нами, что захочет. Она может вызвать шизофрению, она может вызвать, она может вылечить шизофрению, может вызвать шизофрению, она может влиять на половое поведение человека, на выбор партнера. Феромоны по выделяемым феромонам может влиять на, не говоря уже конечно на такие вещи, как пищеварение, это понятно, что она изуществляет отчасти это пищеварение, может влиять на нашу комплекцию, потому что многие тучные люди являются тучными, не потому что они много едят, а потому что у них слишком хорошие микробиоты. И она осуществляет почти что 50% функционирования человеческого иммунитета. То есть все это очень-очень большой вызов исследований человеческой микробиоты и чудес, что она у вас исследует и она еще и будет исследоваться, продолжать, конечно же. Вот. Что мы ждем? Мы ждем прорывов в нейропротезировании, то есть создание протезов не только способных двигаться, а способных передавать чувства. Вот. Ждем и уже почти получили создание терапии ВИЧ по искусственному интеллекту. Мы ждем такого сложного очень решения, которое должно принять человечество, когда мы роботу вынуждены будем позволить причинить вред человеку, то есть нарушить первый закон робототехники, которые были сформулированы фантастами эти законы, но они вполне были приняты научным сообществом. Потому что, например, роботы, которые, искусственный интеллект, который уже охраняет некоторое количество аэропортов мира, например, в Сингапуре, он делает выводы о некоторой угрозе по поведению какого-то человека очень быстро. но сейчас он в таком случае сообщает людям, системе охраны, работникам охраны, о том, что человек выглядит подозрительно. Но будет один-два неудачных примера, один-два, прости, не дай бог, какого-нибудь теракта успешного или что-то такого, когда человечество окажется перед тем, что зря мы тянули, чтобы робот сообщал охране. Нужно ему дать возможность действовать самостоятельно и быстро обезвредить этого потенциального преступника. Это огромная этическая проблема. Она во многих направлениях развития искусственного интеллекта, в том числе развития беспилотного транспорта. Что должна делать беспилотная машина, если абсолютно непредсказуемым образом из-за куста перед ней выскочила девочка с мячиком, у которой мячик укатился на дорогу. В ней сидит четыре пассажира и она обязана сохранить их жизнь. А там лежит девочка, жизнь которой тоже надо сохранить. Но нужно выбрать либо тебе бросаться в столб своими четырьмя пассажирами, либо причинять вред девочке. Это тоже проблема, которая пока не решена и которая будет решаться в этом десятилетии. Про 5G мы уже поговорили с вами, про изменение климата поговорили. Я думаю, что на этом ну вот этот у меня слайд, он посвящен тому, что мы ждем все-таки новую физику, потому что стандартная модель закрыта, проблемы стандартной модели не решены, темной материи мы не видим, темной энергии мы не знаем, очень ждем новой физики, а новая физика все прячется от нас и прячется. Возможно, в область нейтринных исследований появится новая физика в этом десятилетии, но это долго рассказывать, сейчас, наверное, мы это уже не будем с вами делать. Вот, спасибо большое за внимание, задавайте вопросы, кому интересно. Вам спасибо, Иван, за такую интересную лекцию, вопросы в зале есть, а вот, уже на первом ряду, тогда, пожалуйста, секундочку, давайте в микрофон. Иван, большое спасибо за подробный такой обзор, действительно, каждый год что-то происходит, довольно ощутимо интересное ожидание, и ваш доклад, он ведь актуализирует еще и проблему, насколько я понимаю, подготовки научных журналистов, научно-популярных журналистов, популяризации научного знания в современной России и не только. Скажите, пожалуйста, у меня, наверное, два вопроса к вам в связи с тем, что вы сказали. Как современной научной популяризации в этих условиях, вот, в области квантовой, да, физики и так далее, так далее, как вернуть внимание обычной аудитории, широкой, массовой, и нужно ли это делать, и, во-вторых, действительно, а видите ли вы проблему подготовки современных научных популяризаторов, ну, не знаю, может быть, в культетах журналистики, или это должно быть, может быть, где-то там, на химфаках, на физфаках делаться, да, видите ли вы эту проблему, и как ее, действительно, решать, вот, в сложившихся условиях, действительно многогранных, постоянных, практически, научных открытий, спасибо. Спасибо большое, у нас здесь два вопроса имеются, первый вопрос это, как сделать, чтобы люди не теряли из виду развитие науки, да, потому что наука развивается во все более и более сложные какие-то стороны, вот, для этого нужны популяризаторы, для этого нужны какие-то метафорические вещи, да, почему вот так все следили за поиском бозона Хиггса, который в 12-м году был открыт в Церне, потому что кто-то придумал замечательное метафорическое название частицы, ее назвали частицей Бога, никто ничего не понимает, что там, она отвечает за спонтанное нарушение на самом деле симметрии в слабом взаимодействии, в электрослабом взаимодействии, но вот если так сказать, то никому не будет интересно, что мы нашли частицу, которая отвечает за спонтанное нарушение симметрии в электрослабом взаимодействии, а если, конечно, нашли частицу Бога, то все скажут, да, смотри-ка, вот частица какую нашли, частицу Бога, вот, и это как раз задача, ну, отчасти самих ученых, отчасти и популяризаторов, просто ученые, они тоже должны хотя бы немножечко быть популяризаторами, потому что, ну, они должны хотя бы абитуриентам рассказать про свою науку так, чтобы качественный абитуриент пошел в вашу область, поступать, вот, то есть нужно уметь отбрасывать терминологию, отбрасывать наукообразность, делать какие-то сравнения, делать какие-то яркие, приводить примеры, и тут вторая часть вопроса, что делать с подготовкой научных журналистов, я не очень знаю, честно говоря, что делать с подготовкой научных журналистов, потому что их никто не готовит, мы в Москве проводим иногда какие-то друг с другом между собой научные журналисты, какие-то семинары, какие-то мы проводим там какие-то там школы, совместные там какие-то конференции небольшие, но это уже действующие научные журналисты, а вот где брать новых, но они откуда берутся, тем не менее. Что-то они на нас не выходили почему-то, да, не знаю. Спасибо. Еще вопросы есть ли в зале? Да, пожалуйста. Давайте я микрофон оставлю в зале, если что, передавайте. Спасибо большое, очень интересная лекция. Вы больше, так сказать, отразили вызовы глобальные, которые есть, а вот с точки зрения вот нашей страны, как вы думаете, вот ближайшее десятилетие с точки зрения вызовов науки, что первостепенно, куда двигаемся, ну, просто интересно узнать вашу точку зрения на этот счет. Ну, вы знаете, у нас сейчас, конечно, непростая ситуация, потому что у нас есть много программ, которые полностью остановились, к сожалению, вот в этом году. Например, и это, конечно, вызовы такие очень сложные и не очень приятные. Ну, например, у нас достраивался уже и был почти достроен в Дубне коллайдер нового типа, коллайдер НИКа, но это международный консорциум. Вот. И Россия в одиночке не может достроить коллайдер НИКа, не потому что у нас нет технологий, а потому что это и не планировалось сделать. Он сразу, как международный прибор класса Мега Сайенс, он сразу был консорциумом, этот коллайдер НИКа. А теперь вот не очень понятно, как удостраивать. Ну и много где, я боюсь, такие проблемы будут возникать. Например, на том самом спектре РГ наши немецкие коллеги, там на спектре РГ стоит два телескопа рентгеновских, один российский, ну там российский модуль вывода на орбиту, и российский стоит небольшой телескоп рентгеновский, и стоял очень хороший большой рентгеновский телескоп немецкий, который назывался Яросита. Вот они его сейчас взяли и выключили. Вот это они зачем сделали? Это они кому сделали хуже? Ну они себе сделали хуже, потому что они перестали получать данные научные с него. И это, конечно, такие какие-то вызовы, к сожалению, когда в науку вмешивают совершенно ненаучные какие-то факторы. И пока мы не видим, наверное, ближайшего решения этих вызовов. Вот с этим нам надо будет что-то делать, со всяким этим научным международным сотрудничеством. Но если говорить все-таки что-то оптимистическое по поводу российских перспектив, то я бы сказал, что вот альтернативные электронным способом вычисления, они у нас очень хорошо развиваются. У нас развивается и линия оптических компьютеров, и сверхбыстрый магнетизм, то есть мгновенные очень-очень быстрой записи считанной информации, и исследование материалов, на которых можно построить квазичастицы, из которых сделать кубиты квантовых компьютеров. Вот в этом направлении у нас нормально развивается и вполне на мировом уровне. А так, наверное, я думал, что сидящие в этом зале больше, чем я, могут сказать, как в их областях знания, каких перспектив мы ожидаем в России. Спасибо. Можно я как преподаватель задам вопрос и сама на него отвечу? Конечно. Шутка. Значит, я задам вопрос с небольшим комментарием. Значит, я хотела спросить, как вы видите миссию своего канала, почему я задаю этот вопрос, потому что вот вы же не к астрофизикам пошли, не к математикам рассказывать обо всем, а вот мы в основном гуманитарии здесь сидим, а я от... Я же не знаю, кто здесь сидит. Да вот я вам хочу сказать, что здесь гуманитарии сидят, даже если биологи, это естественные науки, в основном гуманитарные. То есть мы как бы получили дополнительную информацию, расширили свои горизонты, но вот с точки зрения наук гуманитарных, я вам скажу, что это полное провисание вообще-то, но оно вообще в мировом масштабе происходит, и в предмете, то есть в предметном поле вашем не находится, потому что это и не полезно, и не интересно. А на самом деле основное, что сейчас происходит в гуманитарном масштабе, это связано как раз с этим провисанием. Я вам такой риторический вопрос задам, социальные гуманитарные науки, как же с этим быть? идет такая мистификация и магические практики на телевидении исключительно представляют это все. Потом вы говорите очень страшные вещи по поводу того вот этой этики биороботов и роботов вообще в принципе. То есть это все вообще-то в том числе научное знание, но оно специфическое, так сказать, артс, не сайенс, а артс. Причем и сайенс тоже провисает, потому что вот мы недавно разговаривали с коллегами, у нас китайские магистранты показывают гораздо более, большую подготовленность и уровень работы с социальными, социологическими проектами, чем наши выпускники, мы ничего уже сделать не можем с этим делом. То есть вот как с этим быть? Как популяризировать это все? Ну, действительно, надо было оговориться об этом с самого начала. Конечно, наш канал преимущественно посвящен тому, что на английском языке называется словом science. Просто русское слово науку, оно пошире, а словом science по-английски называются преимущественно естественные и точные науки, потому что гуманитарные науки, они и есть гуманитарные науки. У нас бывают отдельные проекты, посвященные психологии, социологии, экономике, но вот по литературе искусства у нас ничего, конечно, не бывает, потому что это совсем такая наука другая, своеобразная. А то, что гуманитарные дисциплины, как вы говорите, провисают, а как вы объясните виновность, чья виновность в том, что они привисают? Политические интересы, идеологизация происходит всего. И, ну, вот, как бы, чтобы девальвация произошла вот этих социальных идей с 19 века, неудачные революции, туда-сюда, и все это как бы освоили в том плане, что аналитические сообщества, они у нас не аналитические сообщества, обслуживающий персонал в этой сфере. Ну, так вот, вам-то, представителям гуманитарного знания, как раз и бороться. И бороться, да. Нет, ну, а мы, ну, послушайте, ну, что мы можем сделать на научном телеканале, тем более, что он уже... Нет, я и поэтому сказала, что это риторический вопрос. Ну, да, да, спасибо большое. Интересно, у нас дискуссия здесь развивается. Возможно, какую-нибудь рубрику сделать вместе с Светланой Каимовной, почему бы и нет, и обсудить. Я бы вот продолжение этого вопроса от тебя бы хотел спросить. На этой неделе в понедельник были парламентские слушания в Госдуме, как раз-таки обсуждали систему развития высшего образования, да, и были вопросы, касающиеся привлечения молодых людей в науку. Понятное дело, там, увеличивается количество бюджетных мест, поддержка аспирантов, там, жилье. Ну, вот, это все такие инфраструктурные вещи, да, а вот больше смысловые. Как здесь привлечь? Вот, как телеканал наука работает над этим? Так, ну, вот, как раз это то, что мы делаем. Вот, по трудной вещи рассказать простыми словами и сделать их интересными. Там, про ту же самую проколиотов, про доядерные организмы. Мы сделали, вот, два года назад фильм, двухсерийный фильм, который называется «Бактерии правят миром». А потом нам рассказывали коллеги из биофака МГУ, что приходят абитуриенты, которые там кино смотрели и заинтересовались и пошли поступать там на микробиологию. Понимаете? Ну, вот, это то, что, собственно, и есть научная журналистика. Сложные, непонятные передовые вещи объяснять простым, интересным, каким-то способом, чтобы у людей интересованка не отсохла. Спасибо. А можно еще? Да, конечно. Мне все-таки не интересует... Давайте микрофон. А я прямо, можно ли меня голос поставлю? Давайте, а то у нас смотрят в прямом эфире, поэтому... Вот что такое квант на самом деле, да, и почему все-таки средний возраст, как я отношу себя к таким людям, интересуется этими технологиями, которые ускорят нашу жизнь в миллионы раз, да, вот как мне кажется. А вот молодые люди, тестируя на них, они как-то, мне кажется, прописают вот тоже в этом вопросе. Мне просто интересно, молодые люди знают, что такое квант и технологии, и как это изменит нашу жизнь. Вот такой вопрос. Квант — это кусок материи, который может существовать только целым куском. не может быть полкванта или четверть кванта. А вот когда летит на меня фотон вот этого прожектора, то в полете он ведет себя как волна, то есть он несколько, так сказать, размазан. Кроме того, там у него есть принцип неопределенности вплоть до половины постоянной планки, то есть мы не можем определить одновременно его местоположение и его скорость. вернее сказать, импульс. Но как только он попадает ко мне в глаз, он совершенно не ведет себя как волна, он разряжается туда весь целиком. Не может в этот глаз попасть полфотона, а в этот другие полфотона. То есть весь фотон попадет в какую-то одну точку. Вот это и есть квант. Кусок материи, который существует только весь целиком. А почему интересуются больше люди среднего возраста, не знаю, потому что молодые люди какие-то, наверное, у нас пошли ленивые, нелюбопытные. Я не знаю, как ответить на этот вопрос. Но хотя к нам очень много каких-то приходит отзывов от достаточно молодых зрителей нашего канала. Так что... Здравствуйте. Краснов Дарт, юридический факультет. Большое спасибо за вашу лекцию. У меня такой возник вопрос. Вот вы упоминали о развитии искусственного интеллекта. Вот приводили пример аэропорта Сингапура, в который как раз искусственный интеллект уже может вмешиваться в том числе противоправные действия субъектом. И вот мне было бы интересно узнать вашу личную точку зрения. То есть сами вы согласны с тем, то есть положительно ли отнесетесь, если действительно наделить искусственный интеллект правом применять силу. И в связи с этим тогда, наверное, такой вопрос, а как будет обстоять дело с юридической ответственностью здесь? То есть если, получается, решение будет неправомерным, нужно ли здесь кого-то привлекать к ответственности? Ну и тогда вообще стоит ли рассматривать искусственный интеллект как потенциальный субъект права? Спасибо большое. Я потому и назвал это проблемой и вызовом, потому что у меня нету решения этой проблемы. Ну, есть много схожего вида проблем, может быть, вы слышали про такую проблему вагонетки, да? Ну что, вот ты стоишь на стрелке, на тебе несется вагонетка, ты остановить ее не можешь, можешь только стрелку перевести. Если она поедет, как она едет, это вагонетка, она задает троих ребятишек. Но если ты переведешь стрелку, вот она задавит старушку, которая идет вот с той стороны стрелки. Вот что ты будешь делать, переведешь стрелку или не переведешь? Но с одной стороны, если ты не переведешь, то ты просто не вмешал ситуации как будто тебя и не было а с другой стороны ты должен выбирать между жизнью там детишек и старушки да ну то есть это такая нерешаемая этическая проблема которая в общем в каждом случае от каких нюансов должна решаться по-новому и по-своему но в связи с развитием робототехники искусственного интеллекта и их внедрение в том числе в беспилотного транспорта да вот ну вот в случае если беспилотный транспорт сбивает человек насмерть а такое обязательно произойдет рано или поздно кто виноват в народ и те кто ехали в машине изготовители машины вот кто тут юридическую ответственность понесет понимаете тоже не решено до сих пор это разные регуляторы разных странах как постепенно начинают подходить вот к решению этих проблем но это бессмысленно меня спрашивать я не специалист это комплекс проблем которые должны решаться и дискутироваться в широком экспертом сообществе в том числе юридическом вот вашим понимаете потому что там логика юриспруденции она же своя немножко не такая как там математическая логика вот и этим как раз надо заниматься это очень большой вызов это именно вызов позволю пока передает микрофон задать себе вопрос он такого характера а вот как молодым ученым может быть уже состоявшимся да все таки переходить в эту научно-популярную стезю и рассказывать о сложном просто может быть есть какие-то советы может что-то почитать или наоборот посмотреть и вы может быть или ваши коллеги ну посмотрите научно-популярные программы хорошие но в том числе нашу канал не обязательно нашу есть прекрасные переводные научно-популярные программы есть и российские научно-популярные произведения сделанные не на не только нашим каналом вот здесь важно понять к чему ты ведешь то есть чтобы у тебя был то что называется на английском языке storytelling да сразу рассказать про все аспекты своего исследования про все его сложности тонкости трудности то чему вы учились там у не все эти пять лет потом там учились в аспирантуре три года потом там еще на каком-то постдоке там где-то занимались и вот у вас всякую огромная какая-то проблема куча всяких тонкостей технологических научных там теоретических всяких и вот вы всем все это сразу пытаетесь рассказать чтобы увлекаясь сами свои научные проблемы чтобы увлечь людей это не получится потому что люди запутаются нужно выделить что-то главное и самое любопытное что у вас есть назвать это красивым словом как та самая частица бога да там бозон хиггса и сначала на пальцах рассказать вот раз два три четыре что что зачем почему к чему это ведет вот ваши ваши исследования а потом уже когда вы уже заинтересовали сделал некий общий обзор сделать несколько два три каких-то любопытных примера которые в действительности покажут в чем состоит ваша научная жизнь что что собственно чем же вы в действительности занимаетесь когда вы занимаетесь решением этой проблемы вот ну и конечно учиться живому языку учиться метафоризации ну как мучиться и не знаю книжки читать и смотреть вот программа хорошие что еще сказать давайте еще буквально один два вопроса спасибо за лекцию вот тут полряда сидит химиков на самом-то деле и когда вы начали лекцию я подумал а что же он расскажет про химию и принципе я услышал что ожидал две вещи одна про элементы вторая вообще не совсем про химию xfell и у меня есть впечатление что когда идут популярные лекции про химию это в основном про прошлое вызовов то у вас и не было про химию да все-таки какие вы видите тренды какие вы видите вызовы в химии как публилизатор примерно такой вопрос в химии не как инструмента для белла нет морить и смотрите в химии очень много у нас сейчас развивается такое направление как квантовая химия знаете про него немножечко да ну вот там есть такой в москве например артем аганов в канадуру вы наверняка слыхали вот предсказательная квантовая химия потрясающая штука когда с помощью компьютерных программ которые оперируют квантовой информации предсказываются свойства еще не синтезированных материалов вот и делается вывод а и вообще перспективность синтезировать или нет то есть мы сейчас как с вами делаем обычно до сих пор и делали со времен алхимиков мы чет синтезируем потом исследуем свойства а тут можно делать наоборот и это будет развиваться это очень сильно уже сейчас развивается сначала делаются квантовые предсказания свойств какого-то материала потом решается получать его не получать ну например там высокотемпературная сверхпроводимость уже существует при температурах но гораздо более высоких чем температуру жидкого азота при минус 70 по моему уже существует высокотемпературная сверхпроводимость вот огромнейший вырыв это конечно высокотемпературная сверхпроводимость совершенно вот проблема той самой квантовой химии как только мы получим высокотемпературную сверхпроводимость реализуем в технологических как бы в широких технологических рамках жизнь изменится полностью но это будет скачок который трудно переоценить да то есть мы нам не нужны будут эти линии электропередач у нас категорически изменится все электронные электрические устройства и это то чем занимается сейчас химия в том числе а плюс конечно же я бы сказал как перспективу сверх чистые материалы плюс современный каталис опять же предсказательный такой когда катализатор сначала разрабатывать теоретически а потом синтезируется вот плюс двумерные материалы наверное но это будет на это непонятно химия это или физика но двумерные материалы конечно тоже это очень перспективная вещь вот ну вот как то так простите я одну вы лучше меня знаете я говорю как дилетант как журналист спасибо как раз а ты хотел услышать да да спасибо спасибо большое спасибо мы прям минута в минуту укладываемся в наш планируемый тайминг благодарим вас за интересную лекцию обязательно я думаю сегодняшние гости студии гости в нашем прямом эфире которые смотрят нас вконтакте обязательно включат телеканал наук и еще посмотрит дополнительно программы ну и эту лекцию конечно же можно посмотреть будет в записи благодарю вас большое спасибо вам за внимание спасибо вам за внимание спасибо вам за внимание